Наша замечательная компания вновь расширилась. К нам присоединилась Дарина Синичкина, ведущая шоу-конкурс «Таланты» «Талант. Ты». Правильно? Да. Как вчера в Ялте кастинг-то прошел? Вчера был очень сложный у нас съемочный день, насыщенный. Мы практически 11 часов находились на съемочной площадке, работали, отсняли два дня кастингов, прослушали порядка 36 детей. Это очень большой пласт работы, но получили массу впечатлений. Ну, знаете, мне кажется, самое сложное вообще в работе с детьми, вот по личному опыту, как мне кажется, да, они могут здорово показать что-то, там номер и так далее, нет сомнений, что у них много талантов, но здесь же важно раскрыть, ну, какую-то их личность. Конечно. Они очень смущаются, там постоянно такие, ну вот я показал, вот как вам удается все же, чтобы они раскрылись, добиться этого? Безусловно, это очень важный момент, поскольку детей, на самом деле, очень много одаренных у нас в Крыму, и мы этому очень рады. И в каждом заложен этот творческий потенциал, вот его нужно раскрыть. Дети волновались, дети очень переживали. Больше переживали, конечно, их родители, которые присутствовали с ними, группа поддержки. Да, но благодаря нашему компетентному жюри, которые вот смогли найти подход каждому из детей, я общалась с детьми за кулисами. Моя работа, мое предназначение, скажем так, в этом проекте быть соведущей Вильдану Милышеву и работать с ними уже за кулисами. Мне кажется, это вот одна из таких самых непростых и ответственных. Душевно подойти к этому, каждому ребенку найти подход, это же действительно... Поддержать. Как вам удается их разболтать, если не секрет? С детьми проще работать в какой-то степени, чем, допустим, взрослыми. Потому что они еще такие чистые, искренние. Они высказывают, они могут заплакать, засмеяться и сказать то, что они думают. В это время нужно следить за тем, чтобы родители не сильно эмоционировали в то время, чтобы ребенка не испугали. Родители имеют доступ к площадке, как раз-таки они находятся за кулисами? Конечно, конечно. Они сопровождают ребенка, они присутствуют со мной за кулисами на нашей локации. Мы провожаем ребенка на сцену и остаемся с родителями болеть, держать кулачки. Только представим, 36 человек – это больше, чем класс. Большой причем, да? И каждый поет или что-то делает. Представлены разные направления, разные жанры. Хореография, оригинальный жанр, эквилибристика и вокал. Что вчера впечатлило больше всего вас? Вот чем прониклись? Мне понравилось, и я безумно рада тому, что у нас вообще в принципе появился такой проект, стартовал в Крыму «Талант-шоу», который объединил талантливых детей полуострова, и что есть такая прекрасная возможность заявить о себе, показать себя с самой лучшей стороны. Ну, знаете, дети же наверняка вам рассказывают какие-то личные истории, что их привело, почему они хотят выступить. Может, одна из таких историй задела лично вас? Разного формата были истории. Ну, все не хотелось бы, может быть, сейчас так раскрывать. Угу, кажется, карта не закрыта. Да, секрет, потому что у нас… Да, истории ребята рассказывали, ну, скажем так, разного направления они были, но в целом все, скажем так, в спокойном режиме. То есть мы… А каких все же талантов у нас больше? Я понимаю, что 30 человек, но там, допустим, может, 20 танцоров вообще пришло. Ну, знаете, как-то вот разнообразно. Вчера, когда на съемках передачи, в принципе, достаточно равнозначно. Вокал, хореография, оригинальный жанр, очень много вот танцевальных детей, такие они прям маленькие, пятилетние, семилетние, прекрасные малыши. Когда мы слышим, допустим, вокал, там танцы, нам понятно. А оригинальный жанр, что ребята нам демонстрировали? Цирковые номера. Для нас это прям вот было таким открытием, потому что даже не совсем было понятно. Это хобби, это… Профессиональный, да? Да, что это, это вид искусства или это… Вот, ну, ребенок вот показал… Как к этому относиться? Да, да. То есть обозначено было как вид циркового искусства. Ну и понятно где-то дело, что дети волновались. А вот какие эмоции вы испытывали? Потому что я уверена, что, как и для ведущей, вы чувствовали вот какой-то там особый трепет в душе, да? Конечно, конечно, да. С каждым ребенком, каждому ребенку подход. За каждого ребенка волнуешься, переживаешь вместе с родителями. И, ну вот, вы знаете, прям оставляет это такое неизгладимое впечатление. Ну и вопрос, как школьная учительница. Как все-таки так сделать, чтобы не было любимчиков? Или чтобы, если они есть, этого не было видно? Ну, на проекте все же нужно подходить, скажем так… Стараемся подходить одинаково, с одинаковой позиции ко всем детям. Наверное, таким образом мы можем вот сохранить этот баланс. Вот, но все же отмечаем для себя каких-то вот наиболее талантливых ребят. И далее уже жюри, кто наберет свою команду этих детей, будут уже раскрывать их. Ну, я так полагаю и понимаю, что вы как психолог прямо были. То есть на вашей еще ответственности было и момент утешения как-то ребят. Как поддерживали, как поддерживали? Были слезы. Были слезы радости, были слезы грусти. Но результаты еще будут оглашаться. Поэтому сейчас происходит еще там внутреннее голосование. То есть они еще на тот момент не понимали, прошли или не прошли, допустим, после того… Нет, нет. А почему у них были слезы? Потому что можно расстраиваться, что где-то не получился какой-то элемент, да, напряжение. Конечно, очень эмоциональное напряжение. Плюс ко всему ожидания с раннего утра. Ребята, детки готовились, каждый к своему выступлению. И это требовало, опять же, таких многочасовых подготовок к концу уже съемочного дня. В завершении, то есть детки были достаточно уставшие. Вот, и вот в таком вот виде это выражалось. Кто-то улыбался широко, кто-то грустил. Мы с нетерпением будем ждать шоу «Таланты», когда нам выйдет. И спасибо, что вы пришли к нам в гости. Смотрите на нашем телеканале и в соцсетях. А сейчас предлагаем вам запечатлеть этот момент и вместе сфоткаться. Мы тоже здесь решили развернуть определенного рода декорации, а точнее инсталляции. А это технические моменты. Ну а тем временем предлагаю все-таки приобщиться к телевизору и громко сказать слово «Таланты». Да, «Таланты». Давайте.